Привет, друзья! Я вам расскажу сейчас интересную вещь. Вот когда вы смотрите на какую-то картину, например, или читаете какую-то книгу, ваше внимание сканирует. Вот, например, там за мной картина, да, вот, там ещё не нарисованы глаза, там лицо ещё не сделано, ну, там будет интересный такой, улыбающийся он мыльные пузыри пускает там, сидит, отдыхает. Но когда вы смотрите на картину, вы невольно сканируете своим вниманием. И в это время автоматически, рефлекторно, ваша структура нервно-мышечная где-то напрягается, где-то расслабляется. И по существу происходит отображение вот этой картины в динамике ваших внутренних напряжений. И вот эта вот динамика внутренних напряжений помогает вам понять, о чём там нарисовано. Ну да, то есть по существу такая происходит связь между нашими нейросетями, мышцами и пониманием. А теперь посмотрите второй тезис. Значит, как фокусируется внимание? Внимание фокусируется на том, что для вас эмоционально значимо. Допустим, событие какое-то, образ какой-то возник. Или вы услышали что-то интересное. Для вас эмоционально значимо. И там фокусируется, то есть сужается ваше внимание, а там, где ваше внимание, там ваше сознание. Ну, обычно на чём фокусируется внимание? На том, что вас волнует. Например, если вы нездоровый человек, у вас болит нога, у вас эта нога заставляет вас фокусировать ваше внимание на текстах, на видео, на картинах каких-то, которые резонируют с вашим вниманием. То есть синхронны вашему состоянию. Поэтому все рекламные плакаты и всякие манипуляции делаются за счёт того, что там происходит фиксация вашего внимания на том, что для вас значимо. Ну, люди вычисляют специально, такие люди вот вычисляют, те, которые рекламой, например, занимаются, или книги, которые пишут интересные. Что же вас может интересовать, как читателя? И начинают с этого, и вы зачитываетесь. А когда вы фокусируете внимание, у вас происходит... Чем больше вы фокусируете внимание, тем больше вы как бы напрягаетесь. В это время на пике напряжения, при фокусе внимания, происходит отключение всех конкурирующих сигналов. И происходит прорыв, прорыв определённый внутри, на другое состояние, в котором идёт свободный поток ассоциаций по теме включённого внимания. То же самое я могу на примере другом, совершенно далёком аналогию привести. Когда вы бежите, если вы в ритм не попали, когда нет синхронизации движений с ритмом вашего бега, а при этом обычно снимается напряжение, и вы бежите на автомате, и вот когда вы бежите на автомате, напряжение падает, а если вы не попали в ритм, и вы бежите, бежите, и вам надо добежать, следите внимательно за фразами, вам надо добежать, и осталось там сколько-то, вам надо вот до этой финишной ленты добежать, и вы бежите, дыхания не хватает, но вы собираете всю волю в кулак, то есть на пике напряжения соединяются ваши мысли, чувства и телесные действия в одной точке. Это фокусирование внимания. И потом происходит прорыв. Прорыв, и вы бежите уже налегке, включилось второе дыхание, так сказать, потому что вы вышли на автомат. Вот эта автоматизация происходит в первом случае, о котором я говорил, когда вы фиксируете своё внимание на чём-то, и потом через точку напряжения, ума вашего, души и тела происходит прорыв, поточное состояние мышления. Но это потоки, о котором говорил Чексен Михаи. И то же самое, оказывается, происходит и при беге. И при беге. И вообще то же самое происходит, когда ваше внимание заполняется впечатлением. Это может быть событие, эмоционально значимое для вас. И вот потом вы ходите и всё время об этом думаете, потому что при фиксации внимания и в том случае, и в другом формируется доминанта. А доминанта, она обладает способностью отключать конкурирующие сигналы и эрадиировать, то есть распространять своё влияние на все системы. Посмотрите Ухтамского Великого, почитайте его. Что такое доминанта? Таким образом получается, что сосредоточение или быть под впечатлением, или сфокусировать внимание непроизвольно на чём-то и там, и там, и там создаёт доминанту на пике напряжения. Пик напряжения – это максимальная мобилизация всей вашей системы. От макушки до пяток. От душевного состояния и ума по заданной теме. Что в беге, что в чтении, что когда вы смотрите на картину. Если она вас впечатляет. А я пытаюсь рисовать такие картины, которые впечатляют. Да, но посмотрите. Мы теперь будем коллективным разумом это делать. Вы посмотрите на неё внимательно. И подскажите мне в комментах, что дорисовать, что прорисовать, как улучшить, чтобы мы создали совместный шедевр. Мы учимся все вместе понимать друг друга и вместе решать вопрос. Чтобы потом выйти на мозговой штурм и решать очень важные вопросы для человека и человечества. Да, 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 я это обещал, несколько раз об этом говорил и скоро это будет. Сегодня я сказал главное. Там, где внимание, там ваше сознание. А фокусируйте внимание на том, что вам значимо. И привёл разные примеры. До встречи, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!